Всем привет ребята! Сегодня мы находимся опять на Десногорском водохранилище Где нам еще находиться? Вот перед вами виден сам Десногорск Ловить мы будем на своей новой лодочке Аквилон 340 Моторчик взяли у друга, четырехсильный пока, но это лучше чем грести веслами Ну и что хочется сказать в начале видео Хочется сказать всем спасибо, кто помогает собирать деньги на мотор Я очень тронут, что некоторые ребята откликнулись и перечислили даже немаленькие суммы Но все равно до достижения нашей с Андреем целью собирать еще и собирать Набрано всего 15 тысяч Сегодня в этом видео я буду тестить свой новый спиннинг От Black Hole называется Once Test 5,28 грамма Ну и буду вам говорить о своих впечатлениях о спиннинге Еще в комментариях меня часто спрашивают, Саня, почему ты не показываешь проводки воблеров Покажи, как ты дергаешь там рудру, еще что-нибудь Ну многие начинающие интересуются, поэтому сегодня не знаю, рыбу поймаем, не поймаем Я просто постараюсь показать, как же правильно проводить рудру и другие крупные воблеры Как их твичить Многие, конечно, не согласятся, скажут не так Ну кому-то будет интересно Ну все, начинаем Приехали мы на точечку Под нами 4 метра с копеечками А туда, куда мы будем кидать, там где-то полтора-два метра И будет идти свал к нам И в придачу тут вот лежат коряжки Затопленные деревья, пеньки какие-то Вероятность зацепа большая Но где коряги, там и рыба Ну и как меня просили, показываю, как дергать рудру обыкновенную Закинули Сделали 3-4 оборота катушечки, чтобы она заглубилась И начинаем дергать Один рывочек, пауза Два рывочка, пауза Рывочки не особо даже сильные Если у вас спиннинг нормальный, твичевый, а не джиговый То сильные рывки вам не нужны Такие, средние Силы, рывочки сантиметров По 15 Ветер сильный очень, ребята И нас сорвало с якоря Проводку показать не вышло Ладно Нет, это нас на якоре тащит Такой вот ветер Ну вот, продолжаем проводку тогда Дернули, пауза, секунд 10 Ну 10 редко кто выдержит Ну желательно выдерживать Паузы то 2 секунды То 3, то 5, то 10 Экспериментируйте Если рыба Активная То ей все равно Как вы будете вести воблер А если рыба Не хочет клевать То есть стоит И вообще не думает Ничего есть То все поклевки Будут происходить у вас На больших паузах Некоторые паузы Доходят аж до 30 секунд Вот стоишь, ждешь Ничего не делаешь И в этот момент Может клюнуть щука Потом раз дернул Опять пауза Два раза дернул Пауза И когда делаете рывочки Отдавайте леску Что значит отдать леску Вот дернул и назад Спиннинг кончик вернул Чтоб плетенка провисла И воблер сделал там Свои хитрые движения Если мы вот так дернули И держим То воблер у нас Тупо как карандаш Продвинется вперед И встанет А так дернули Опа и отдача Раз и отдача Раз и отдача кончика Раз и отдача Правись плетенки Пауза ждем Дернули Пауза Дернули Пауза Два Вот так вот мы И проводим нашу руду Заглубили Ждем Дернули Ждем Дернули Ждем Долго ждем Дернули Дернули Ждем 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 Один раз Ждем Ждем еще Терпим Ждем Вот такая вот Нудная Зимняя проводка Летом Обычно Паузы Ну две секунды Три Пять Это максимум Зимой Можно и минуту Прождать И она На неподвижный Воблер Может клюнуть Ну во всяком случае Мы надеемся Что она клюет Вот и вся Нехитрая Проводка Рудера Часто Не надо Таких Сверх Быстрых Рывков Что там Воблер Аж Прям Не знаю Как Срывался С места Если у вас Нормальный Твичевый Спиннинг Жесткий То Оп Раз Раз И здесь Вот рука Катушечку Потихонечку Раз Подматывает Дернули И прослабленную леску Подматываем Дернули Прослабленную леску Подматываем Слабину Еще дернули И очень медленно Подматываем Слабину лески Вот и вся Проводка И точно Такая же Проводка Практически На всех Сто тридцатых И сто десятых Воблерах А там уже Когда вы Начнете Чувствовать Как там Себя Ведет Воблер На том конце Лески Вы уже Сами будете Знать Как вам Дернуть Все это Очень сильно Зависит От того Какой жесткости У вас Спиннинг Ну Щуки С третьей Четвертой Уже поймете Как Проводить Данный Воблер Вот и все По проводкам Больше Сказать Нечего Андрей Поймал Первую Рыбку Сачок Надо А Окунь О какой Акушара Вот так Вот на прямом Спиннинге Ребята Не надо Подымать Даже Такого Окуня Ну Такой Грамм Наверное На 300 Садился Съедобный Ну И сегодня Мы будем Брать Всю рыбу Нам За мотор Надо Расплачивать Мы же Друга Берем сейчас Мотор В обмен На рыбу Он у нас Любитель Очень большой Рыбы И говорит Пацаны Мотор Конечно Дам Но Рыба Вся Моя Ну а что Нам главное Получить Удовольствие Рыба Нам Ну что Сначала Положено Хоть Акушара Покажи Зубастика Вернее Он не Зубастик А колючек Сейчас Народ Скажет Зачем Палец В рот Пихаешь Ему Больно Моем Для Полного Счастья Пошел Дождик Он Вообще То И шел Только Не такой Сильный Будем Надеяться Что Сильнее Он Не пойдет А Успокоится Но Мы Уже С Андреем Две Недели Сидим Дома Ждем Погоду Чтоб Съездить На рыбалку А погоды Нет Лед У нас Покрыт Водой Он Наверное Уже Пятислойный Уже Андрей Он Где-то В сводках Читал Что Народ Тонет Ходят Этих Пиписочных Окушков Половить И купаются Так Лед Ненадежный Короче Есть Есть Конечно Озера Где Заверзло Маленькие Такие Глухие Озера Ну Там Уже И рыбы В принципе Не осталось Там Уже Электроудочники Давним Давно Прошлись Все Выбили Вот Покидал Минут 5-6 Рудру Поставил Другой Воблер И Другого Цвета Место Перспективное Поэтому Сразу Отсюда Срываться Не Стоит Вот Мы Уже Тут Травы Наловили И Вот Сейчас Еще Постоим Тут Минут 15 Если Ничего Не Будет То Будем Перемещаться Возможно Даже Обкидаем Эту Тоже Точку Только С Другого Ракурса Поставил Сейчас Коблисту 125 Ну И Пытаюсь Кого Нибудь Отловить Проводка Точно Такая Ж Как У Рудры Кстати Пока Не Забыл А то Может В конце Видео Могу Забыть Вот Дергал Я Что Рудру Что Коблисту 125 Она Еще Упористей Чем Рудра Спиннинг Справляется Тест 528 Грамм Короче Ребята Я уже Доволен Спиннингом Андрюха Сейчас Ловит На Мой Счастливый Спиннинг Он Уже Окуня Поймал А я Ни Хрена Так Ребята Попробовали Мы Еще Два Места Пробили Два Свальчика Миляк Решили Залезть Поглубже Под Нами Сейчас 4 7 Метра И Тоже Свальчик Идет Один Оттуда Идет К нам Другой Оттуда Мы Как бы Стоим В ямке Попытаемся Здесь Кого Нибудь Выловить Пока Ни одной Поклевки Как Клюнул Первый Окушок Так И Тишина Поставил Тонущего Мегабаса Плюс Один И Буду Пробовать На него Ловить Розовый Гламорный Цвет Ничего У нас Ребята Тут Не Клировало Решили Мы Проехать Куда Нибудь Подальше За мыс Да Ребята Хотели Мы За мыс Вот Сюда Вот Съездить Ну Посмотрели Какой Там Дует Ветрило И Волны Даже Не Знаем Ехать Ли Дальше Наверно В обратку Поедем Так Ребята Везде Где мы Плавали Рыбы На Ихолоте Не Было Сейчас Мы Выплыли На середину Вот Этого Долива И Под Нами Ихолот Показывает Очень Большую Стаю Леща Она Все Идет 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 Или Стоит Ну И вот Будем Сейчас Пытаться Ловить Как Говорится Под Лещом Возле Леща Должен Какой Нибудь Хищник Пасти Вот Эту Здоровую Стаю Как Вы Видите Вон Ихолоте Глубина 7 И 5 Метра Ну Решил Я Поставить В честь Такого Случая Болезонга Лонг Билла Вот Такой Вот Лопатой На одной Посмотрим Как Спиннинг С ним Справится Ну Твичить Лонг Билла Это Глупо Было Б Поэтому Проводка Будет Два Оборота Катушки Пауза Оборот Катушки Пауза Ну Или Что-то Вроде Этого Протвичить Болезонга Лонг Билла Можно Но Если Только Вместо Спиннинга Использовать Весло Вот Вот Мы Его Сейчас Заглубляем Попробуем Дергать Не Дергать Его Как В стену Как То Там Наверное Шевелится Все Так Но Я Не Думаю Что Это Эффективный Способ Его Проводки Так Что Проще Будет Сделать Вот Так Пауза 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 Время 12 часов 20 минут У нас По прежнему Один окунь Объездили Мы Тут Уже Всевозможные И заводи И меляки И свалы И посередине Попробовали Ловить Под лещом Рыбы На Ихолоте Нигде Особо Нет Вернее Не особо А ее Вообще На Ихолоте Нет Только Вот По центру Самого Этого Залива Плавает Лещ И Довольно Большими Стаями Но Глубина Там По 12 Метров И Чем Там Ловить Непонятно И Лещ Стоит Примерно В пол Воды Он Не На Дне А В пол Воды Есть Там Рядом Щука Нет Щуки Непонятно Пробовал Кидать Болизонга Лонг Билла Он Он Хоть Метра На Четыре Лезет В глубину Ну Похоже Щука Сегодня Совсем Клевать Не Собирается Так Как Утром Было Плюс Два Сейчас Уже Наверное Минус Три Трем Часам Обещают Минус Четыре Зато Он Вышло Солнышко А руки Стали Мерзнуть Несмотря На Солнышко Ладно Будем Ловить Часов До Двух Если До Двух Ничего Не Будет То И Нечего Тут Дальше Делать Ловим Пока Прошло Еще Полчаса Приехали На Очередной Свальчик Под Нами Сейчас Два И Шесть Метра И Резко Он Туда Идет Наверное На Метр На Полтора Пробуем Кидаю Обычного Болизонга Кстати Кому Интересно Вот Как Спиннинг Справляется С Болизонгом Очень Даже Хорошо Справляется Ну И Кому Интересно Как Дергать Болизонга Я Его Дергаю Всегда Одиночными Рывками Дерг Пауза Еще Разик Стукнул Пауза Ну Естественно С отдачей Плетенки Вот Я Дергаю И Сразу Раз Она Чтоб Провисла Раз Ну Как Как-то Так Кстати Пока Была Выключена Камера У Андрея Сорвалась Щучка Мы Ее Не Видели Андрей Ее Подержал Секунды Три Или Даже Четыре Три Споловиной Говорит Кайфанул Хватит Кайфанул Будет Вам Сегодня Длинная Рыбалка И Именно Рыбалка Такая Какая Она Есть На Самом Деле Что Плаваешь Плаваешь Часами И Ничего Потом Какой Нибудь Кратковременный Выход Щучки Успеваешь Выловить Одну Иногда Две И опять Час Два Плаваешь Впустую Кидаешь Кидаешь Меняешь Приманки Места Ничего Ничего Потом Раз Опять Выход Щучки Опять Одну Поймал А когда Уже Монтируешь Видео Что На Видео Получается Вот Поймал За день Три Четыре Щучки И Снял Десятиминутный Видосик На эти Три Щучки Смонтировал Все Получается Вроде О Три Щучки Одна За Одной О Нифига Себе У вас Ребята Клев Некоторые Пишут А Не каждый Думает Что этот Клев Каждая щука Была Поймана С промежутком В три Часа А между Щуками Поиск Экспериментируешь Меняешь Приманки Меняешь Места Типы Проводки А потом Раз Долгожданная Щучка И опять Три Часа Ничего Кто-то Еще Писал В комментариях Саня Саня Не снимаешь Момент Поклевки Ребят Я бы С удовольствием Снимал бы И момент Поклевки Но это Как я уже Сказал Одна Щучка В три Часа Это Это Значит Мне Надо Снимать Всю Рыбалку Я же Не знаю Когда Она Клюнет В любой Момент Может Она Вот Прям Сейчас Я Закину И Она Клюнет А может Еще Два Часа Не снимет Ой Негде Клюнет И поэтому Чтобы Заснять Сам Момент Поклевки Это Надо Снимать Полностью Рыбалку От Начала До Конца То Есть 7 8 Часов Вы Представляете А потом Чтобы Смонтировать Видео Мне Надо Дома Сидеть И Вот Эти Вот Все 7 8 Часов Рыбалки Заново Пересмотреть Так Вот Я Ловлю Пришла Мысль В голову Я Включил Камеру Сказал Выключил Камеру Клюнула Щучка Вытащил Щучку Заснял Это Все И у Меня Уже Кусочками Получается Все Заснято И Я Потом Дома Монтирую Быстренько Видео Часа За Два И Выкладываю Его А Если Вся Рыбалка То Кто Знает Когда Мне Там Мысль В голову Приходила Когда Я Там Что-то Вам Рассказываю И мне Придется Все Восемь Часов Пересматривать Чтоб Собрать Какое Нибудь Там Видео На Двадцать Минут На Полчаса И с Моментом Поклевки Чтоб Еще Было А Еще Есть Такая Штука Траву Тащу Когда Вот О Ракушка Клюнула Какая Упитанная Ракушка Вот Он Момент Поклевки Ребята В прямом Эфире Пустая Ракушка Так Про что Это Я Говорил А Про то Что Когда Включена Камера Вот Рыба Как Назло Никогда Не Клюнет Вот Только Выключишь И Она Клюнет Вот Этот Закон Подлости Он Работает Постоянно Вот В том Году Ходил По Днепру Ловил Головлей Камера Была О Андрей Кого-то Поймал Наконец-то И Опять Не В прямом Эфире Подкрутив Лекцион Хорошая Нормальная Все Подводи Подводи Опа Килушечка Ребята Почти в прямом эфире Только я в другую сторону Смотрел Ну и вот Продолжаю Свой Рассказ Ходил В том Году Камера Была Почти Всегда Включена Думал Ну Чтоб Момент Поклевки Никогда Только Выключаешь Разголовль А сколько Раз Идешь Думаешь Не буду Сегодня Снимать Никакого Видео Просто Покажу Половлю Свою Удовольствие И попадались Головли До полутора Килограмм Был Ясь Даже На два С копейками И Камеры С тобой Не было И ведь Никто Не поверит Скажут Блин Ну как Это А это Вот закон Подлости Ребята Такой Ладно Ловим Дальше Ну вот Такая Вот Килушка Примерно У Андрея Поймалась И мощный Окунь Рядом Но Окунь Тоже Не маленький Хороший Будет Чем Расплачиваться За Мотор Клюнула Эта Щучка У Андрея На Рудру Натурального Цвета Рудра Натурального Цвета У меня Нет У меня Есть Ререндж Натурального Цвета Ну почти Натурального Вот такого Непонятного Сейчас Вот мы Его Попробуем Покидать Может Какая Нибудь И Соблазнится Такой Вот Так Переезжаем Наверное Наверное Вот в эту Заводь Надо Заехать Что там Эхолот У нас Показывает Так 3,6 Метра 3,3 Какие-то Караси Плавают Хорош Андрюх Хорош Да Тут Падаем Тут Ничего Так Вроде Давай Щучка Съешь Моего Реренджика Редак Кстати, Андрюх, вот между твоим свифтом 7.21 и вот этим вот 5.28 разница, ну, честно говоря, вообще минимальная Может чуть-чуть вот он пожестче Вот то, что надо, в принципе Я думал, я боялся, я даже хотел спросить тоже это самое Там 7.21, он вроде есть, или 5.21 Хотел спросить себе сначала Вот этот, до 21 грамма Ваннс этот Потом думаю, ай, ладно Мало ли что, побольше захочется Я все этого мегабаса канату хочу купить Только никак вот у нас в магазинах их не найду А не, в доме рыбака вроде был Но там только натурального цвета, не нашего Ну вот хочу мегабаса канату купить Он 30 грамм весит Вот под этот спиннинг, думаю, нормально будет Я так посмотрел на этот мегабас каната Он такой узкий Не должен сильно быть упористым Зато сколько он Или 140, или 160 длиной Я что-то уже и не помню 160 вроде Короче, спиннингом я этим доволен А то я переживал Думаю, сейчас придет Только к этому привык Все классно Сейчас придет опять к новому привыкать А к нему и привыкать не надо Ну что, не хочет в прямом эфире клевать Хоть ты что делай Она, правда, и без прямого не хотела А в прямом это вообще двойной облом Так, ребята, подплыли мы К последней точке Перед поездкой домой Ловим здесь 20 минут Если за 20 минут никто у нас не клюет То нет больше смысла Продолжать где-то кататься Кого-то искать Неудачный день Да и не то, что неудачный день День-то нормальный Вот третий раз мы приезжаем сюда К самому Десногорску Вот в этот залив Ну и есть такое чувство Что здесь все выбито Без нас Город рядом Рыбаков много Тот раз я здесь вот одну щучку поймал Этот раз он, Андрей, одну щучку поймал И одного окуня А первый раз мы туда с Володей приезжали Тогда Володя поймал два окуня и все Походу рыбы тут нет Но рыбаки плавают он Тоже пытаются что-то поймать Может иногда и бывают и здесь счастливые дни Там Андрюха уже секретное оружие поставил Градигад Да, а у меня секретное оружие Мой розовый плюс один Ветер целый день меняется Прям крутит во все стороны То сюда, то туда То дождь, то солнце То ветер, то снег Вот она, зимняя рыбалочка Во всей красе Видос будет дико длинный Но зато по просьбе трудящихся, как говорится То народ просит же подлиньше Хорошо Вот вам ребята будет подлиньше Против ветра плохо пошло Ну и напоследок сейчас расскажу Как делать проводку Мегабас плюс один Который Тонущий Морская версия Закинули Подождали Он утонул Вернее сначала Крутанули Еще подождали Чтобы утонул И чуть-чуть Его просто Вот так вот Шевелим Шевельнули Пауза Пауза Дернули Чуть-чуть Пауза С провисанием лески Если щука клюнет То мы по леске с вами увидим Что плетенка Начнет натягиваться Дернули Ждем Дернули Ждем Чтобы он максимально заглубился И мы его как бы со дна Подкидываем Все ребята Закончилась наша рыбалка Собираемся мы с Андреем домой Ну что я могу сказать Несмотря на то Что сегодня поймали Всего лишь одну щучку И одного окушка Но все равно Охотку сбили Спиннинг свой Можно сказать Обкатал Только рыбу Не поймал Кому интересен Этот спиннинг Обзор у меня есть На канале Те кто не видел Ссылка будет Под видео И еще ребята У меня часто В комментариях Спрашивают Где ты Саня взял Такую зеленую Майку Ир народ Я уже Устал всех Отправлять Где эту майку Спрашивать Наконец-то Нашел я Где эти майки Сейчас Как раз Заказ на них идет Дам вам ссылку Где можно Заказать Такую майку Под названием Ир народ С вашим именем Фамилией Короче Ссылка будет Под видео Все ребята Всем удачи Пока Пока